приветствую вас дорогие друзья ну одна из таких злободневных тем на нашем канале youtube и вообще на наших площадках клуба гипертоников что люди жалуются что вот там задаем вопросы доктору доктор не отвечает на наши вопросы но на самом деле в онлайн режиме да не отвечаем то что физически это невозможно но у нас две формы все-таки есть ответов то есть во первых это сами видео которые вы видите достаточно активно мы выкладываем с ребятами снимаем стараемся как-то по мере возможности чем больше тем лучше да и на самом деле эти видео это же не просто так они откуда-то с неба в голову упали и вот мы их делаем это видео основаны многие из этих видео основаны на каком-то собирательном вопросе дал то смотрим что интересует подписчиков что интересует членов клуба гипертоников и отвечаем вот путем видео ответ но учитывая что вопрос стал достаточно много и многие из них на них хочется действительно ответить вот выбрал я время и буду стараться выбирать периодически время чтобы как-то вот так длинном видео комплексно ответить на достаточно большое количество вопросов от реальных вопросов из комментариев реальных вопросов которые присылают по почте нам на нашу почту так что начнем ответы людмила спрашивает а низкое давление 80 на 54 90 на 60 можно ли нормализовать вашей гимнастикой здесь ответ простой то есть гимнастика по крайней мере она его не понизит вам это точно абсолютно вот я встречался неоднократно в своей практике клинической что люди говорили мне о том что до применения гимнастики во многих случаях она способствует какому-то подъему вот при низком давлении с чем это связано с тем что улучшается кровоток ствола мозга при гимнастике и допустим если осудистый центр у человека при низком давлении у гипотоников он достаточно вялый да то есть свою деятельность производит ну как бы так на пониженных оборотах поступает дополнительное количество крови кислорода питательных веществ и зачастую дыхательный и сосудистый центр активизируется и начинается повышение давления то есть ну такой комфортный да то есть нормализация так называемый дмитрий спрашивает доктор можно ли заниматься вашей гимнастике для сосудов головы и шеи при наличии узлов щитовидной железе имеет ли при этом размеры значение размера узлов их число абсолютно безопасно это уже подтверждено гигантской клинической практикой применения гимнастики то есть на щитовидную железу никак от не отражается отражается иногда даже не иногда да то есть отражается очень часто у пациентов пациенток больше всего страдают пожилые такие уже в годах женщины проблемами щитовидной железой чаще всего и зачастую вот улучшается функция именно когда мы оцениваем это по анализу гормонов щитовидной железы и гормонов гипофиза и гипоталамус поэтому можно и нужно делать или она расспрашивает грыжи 5 миллиметров можно ли от нее избавиться упражнениями но это маленькая грыжа фактически границы между протрузии и грыжи поэтому естественно не можно нужно от нее избавиться упражнениями нинель медведева спрашивает делаю гимнастику полгода с августа через день давление стабилизировалась надо ли продолжать делать гимнастику в таком случае достигнут клинический эффект у вас вы делали через день уже эту гимнастику можно перейти на режим два раза в неделю этого я думаю будет вам достаточно вполне но не бросайте то есть продолжать надо спрашивать людмила через час после гимнастики немного повышается давление 140 на 90 это не нормальное явление это явление связано с тем что когда человека долгое время недостаток кровотока в головном мозге и и вот вы делаете начинаете делать гимнастику мою и сделали ее у вас открылся доступ и одна из реакций нормальных сосудистого центра временно что сделал повысить давление то есть он пытается насыть перенасытить себя кислородом пока есть возможность организму ну так вот иногда это использует но это потом уходит этот рефлекс то есть наоборот ну он нормальный рефлекс но он не не постоянно то есть он потом будете делать делать он уйдет спрашивает нелли передается ли гипертония по наследству гипертония по наследству не передается скажем так это не наследственное заболевание то есть а это заболевание связанное с поражением шейного отдела позвоночника поэтому моя нука не то что не наследство ну даже и не метаболическое она чисто анатомическое заболевание поэтому если шея в плохом состоянии у вас будет гипертония хорошим не будет гипертонии но учитывая что в современном мире у людей старше там уже 40 лет не говорю уже там 50 60 это понятно ни у кого нет в хорошем состоянии шеи то иногда я встречаюсь в клинической практике с такими с такими курьезными случаями они достаточно частые что приходят люди и говорят что вот не врач сказал что у бабушки было мама было давление у папы было и поэтому у меня наследственный и в общем-то на этом надо поставить крест и принять уже в общем то это как есть и смириться и пить препараты и ждать пока разобьет инсульт или инфаркт то есть это само выражение наследственный характер гипертонии это скорее идет от бессилия вот общепринятых таких традиционных лекарственных методов перед гипертонией да то есть уже врачи как я говорю когда медики не знают причину не могут победить заболевает они всегда говорят все дело в генах поэтому мы ничего сделать с этим не можем вот с этим теперь вам жить такой миф есть но в реальностью он никакого отношения не имеет на самом деле гипертония лечится лечится довольно легко это доказывает фактически деятельность нашего клуба вот этой системы лечения гипертонии которая представляет из себя несколько ступеней да то есть гимнастика в интернете доступная для всех есть клуб гипертоников членами которого вы являетесь есть гимнастики в виде видео фильмов более детальные такие для более сложных случаев есть гимнастики уже в клинические да в клинике все это единая система которая на сегодняшний день уже помогла сотням тысячам может даже и миллионам людей так что никакой наследственности здесь нет и быть не может любовь спрашивает при растяжении сонной артерии можно делать гимнастику непонятный вопрос непонятный диагноз для меня что такое растяжение сонной артерии имеется ввиду какая-то травма если то конечно сначала нужно разобраться с травмой а потом уже делать гимнастику видимо это имелось в виду наталья комышева спрашивает можно ли заниматься гимнастике для шеи на фитболе на фитболе вы имеете ввиду наверное сидя вот на этом мече для фитнеса большом принципе это неплохо но это вторая стадия после того как вы освоили даже третья стадия сначала надо освоить сидя гимнастику для шеи потом стоя а потом уже на подвижной поверхности да это более сложно будет вам сделать упражнение статические и на фитболе вам еще придется сохранить равновесие дополнительно поэтому это третья степень усложнения хороший вопрос очень качественный вопрос видно что человек старается как-то модернизировать гимнастику спасибо за это вопросы ответ я уже дал на то есть сначала осваивать идеально сидя на стуле потом осваивать идеально стоя потом уже может пробовать на фитболе николай спрашивает александр юрь что такое сердечные почечные недостаточности как этого не допустить спасибо вопрос объемный постараюсь ответить коротко недостаточно сердечные это декомпенсация функции сердца то есть когда сердце уже не выполняет насосной функции она она это недостаточность она развивается всегда при каких состоянии когда идет хроническая перегрузка сердца либо как это чаще всего бывает да из-за того что пережат шеи кровь в мозг не поступает мозгу мало кислорода он гоняет сердце почем зря и называется это гипертония да вот усугубляется гипертония токсическим эффектом потому что человек начинает пить препараты бета-блокаторы там например одна из самых распространенных препаратов они одна из самых специальных групп препаратов которые токсическим путем мешает сердце выполнять команды мозга впрочем дает это токсическую нагрузку на сердечную мышцу что приводит к прогрессированию сердечной недостаточности и соответственно раннему износу сердечной мышцы по простому можно назвать износ износ сердечной мышцы вот и я бы сейчас про хроническую сердечную недостаточность острую не трогают в общем то как этого не допустить ну исключить основной фактор то есть придите в порядок шею позвоночной артерии чтобы у вас пропускали беспрепятственно кровь мозг успокоится не будет сердцу насиловать сердце и давать ему постоянной команды на перегрузку поэтому это раз по сердечной недостаточности и второе естественно это позволит вам избавиться от токсической нагрузки которые провоцируют сердечную недостаточность теперь почечная недостаточность стоит такой почечная недостаточность это явление какой ну почки теряют свою функцию то есть перестают осуществлять вот эту выводящую функцию соответственно как не допустить но во-первых не надо простужаться потому что сейчас то почечная недостаточность хроническая развивается после того что простудился получил хронический пил нефрит плохо его лечил потому что не обращал внимания и почки у него в итоге пострадали забывание тяжелейшее развивается она и при гипертонии когда постоянно у человека высокое давление никто его не может вылечить таблетки не помогают ничего не помогает причину вы все знаете вылечить не могут и в итоге возникает хроническая почечная недостаточность из-за того что постоянно в почках вот это повышенное давление присутствует ну и и в том и в другом случае это хронический гемодиализ то есть это искусственная почка человека вынуждены ходить и так далее как не допустить ну очевидно да не простужаться я уже сказал беречь деваться по погоде так не сидеть на холодном понятное дело вот но что еще токсические нагрузки снимать снижать то есть аппендикаментозные там никаких не надо применять питательных веществ которые это провоцируют а вы все знаете что это провоцирует прежде всего сахар ну то есть об этом написано в моей книге медицина здоровья против медицины болезней поэтому изучать литературу и поймете как избавиться от этого дела вернее не допустить дмитрий спрашивает александр юрьевич если универсальный комплекс упражнений для всего позвоночника в домашних условиях ну дмитрий вопрос спасибо за вопрос во первых комплекс так таких комплексов полно в интернете вы найдете разные комплексы например мне очень нравится комплекс такой старый проверенный временем комплекс кацудзо ниши там много там такой более-менее на все отделы позвоночника вот но я все-таки придерживаюсь точки зрения что во первых шею надо выделять да то есть поэтому я создал гимнастику для шеи потому что все таки все отдел позвоночника анатомически разный для того чтобы правильно проработать нужно грамотно настроиться во вторых нижние отделы грудной поясничный отдел позвоночника прорабатывать лучше все вместе с суставами сразу поэтому и создал я два фильма один про гимнастику для шеи который кстати новая гимнастика содержит и для поясничного отдела некоторые элементы и для грудного естественно а отдельно фильм комплекс по здоровому позвоночнику и суставам который можно делать например не каждый день да то есть оба а там по очереди один день один другой день другой это будет намного более эффективно чем выполнять как каждый день сразу для всего тела комплекса валентина спрашивает почему при выполнении упражнений для шеи я часто зеваю но это эффект кислорода повышенного поступления кислорода и то же самое происходит человеком когда он попадает из города из городской среды попадая приезжать на природу в лес в такой мощный лес заходит там кислорода концентрация более высокая да и естественно у него насыщается сразу гипоталамус кислородом начинает выделять соответствующие гормоны которые приводят тому что организм хочет тут же поспать для того чтобы восстановиться регенерировать потому что во сне организм регенерирует наиболее эффективно вот поэтому его и тянет в сон вот вот как хорошо кислород пришел дай-ка я посплю чтобы восстановиться пока не поздно пока кислород у меня не отобрали ну и говорит это о том что организм у вас требует бережного отношения ремонта починки он сам себя отремонтирует создайте ему условия одно из таких условий как вы знаете это выполнение регулярной гимнастики для ашири так теперь следующий вопрос галина спрашиваю здравствуйте как правильно обливаться холодной водой после 70 лет обливаться холодной водой правильно после 70 80 60 50 или 100 лет одинаково встаете в душ никаких не нужно здесь игры не экстремальных каких-то ситуаций встаете в душ обливаетесь моете с теплым душем там сколько вам надо там 5 10 минут кто сколько моется и в конце заканчивать каждый вот это каждый раз заканчиваете от 30 секунд до минуты обливанием всего тела от ног наверх и сверху вниз на ноги холодной водой из душ вот и вся техник потом главное вот техники вытереться нас полотенцем чтобы не продул у вас так морозов виктор спрашивает какой обследование от пройти ребенку 6 лет при родовой шейной травме надо сделать максимально точные узи позвоночных артерий далее елена спрашивает александр юрьевич могут ли физические упражнения из фильма секреты здоровых суставов позвоночника заменить ходьбу этот курс одна из его задач для тех людей кто не может практиковать оздоравливающую ходьбу лишён этого блага великого практикования оздоравливающей ходьбы ежедневного или там через день как то кому как больше нравится лучше конечно ежедневного вот кто у кого суставы больные вот для ведь одна из этих целей создания этого курса это именно вот замена ходьбы поэтому пожалуйста применить татьяна дементьева спрашивает о чем говорит головная боль при нормальном давлении как помочь это вопрос который сразу наводит меня на мысль о том что человеку надо сделать хотя бы мрт головного мозга потому что конечно ну будем надеюсь что там ничего плохого нет но бывает так что там где-нибудь находит бяки тип опухоли поэтому сделайте первично мрт на диагноз поставить почему не удовольствие нормальная головная боль имеется с там уже ничего не найдут тогда можно дальше уже клинически искать причину это клинический вопрос то есть если надо решать в клинике так что сделайте мрт лучше всего запишитесь ко мне на прием и поставим диагноз и поможем спрашивает анатолий кайдомашка как вы относитесь к кратковременному голоданию 36 часов я к этому отношусь абсолютно нормально если не воспринимать это как панацею какую-то да то есть это не панацея никакая это вот я так считаю это возможность дать организму более точно настроить свои биохимические процессы более экономно и более правильно значит то есть когда организм отнимает пищу на короткий промежуток времени он начинает оптимизировать все свои биохимические каскады реакций для того чтобы с одной стороны не тратить много энергии не то что энергия не тратить много вещества до для того чтобы обеспечивать жизнедеятельность с другой стороны он старается сделать так чтобы в процессе работы вот этих каскадов биохимических если пищи новой нет не чем ну если поступает много пищи например да все время то организм понимаешь да я могу там где-то позволить вольность там в биохимии даже если будут какие-то там допустим побочные продукты токсические я за счет поступления новой пищи грубо говоря схлопну эти моменты и биохимические реакции нейтрализуют друг друга и не будет токсического эффекта вот а если он понимает что пищи нет что-то не поступает а тогда он начинает оптимизировать этот биохимические каскады и для того чтобы было меньше токсических продуктов при этом надо естественно как вы я думаю знаете что не ограничивать себя в воде да потому что должны биохимические реакции вот это маневр биохимический в этот момент протекать нормально нормальной среде то есть в водной среде чтобы была возможность организма переключить процессы на более оптимальный вот поэтому я отношусь нормально но не рекомендую это делать чаще чем один раз в месяц особенно людям больным то все таки это стресс и не всегда организм заболевший может вот так вот переключиться да то есть как бы надо это так осторожно практиковать даже можно нарваться на интоксикацию если неправильно делать вот ну и потом скажем так все таки все таки это относится к ситуациям которые применять лучше посоветовавшись хотя бы с каким-то более-менее грамотным клиницистом врачом потому что могут быть такие хронические заболевания при которых это лучше не делать до новых встреч с вами был доктор шишунин